Здравствуйте дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено изготовлению нард с использованием зеркальных стекол. До этого нарды я никогда не делал и резьбой по дереву не занимался. Но это время пришло, когда надо попробовать что-то новенькое. Надеюсь, что вам понравится и вы поможете для продвижения этого видео лайком и комментарием. Ну а я приступлю к изготовлению. Приятного просмотра! Начал я с выбора материала. Конечно, у меня был небольшой выбор, клён или ясень. И выбрал естественный ясень, который вы сейчас обозреваете на своём экране. Первым делом, выбрав несколько более-менее нормальных брусков, которые пойдут на склейку щитов. Их подготавливаю, прострогав две стороны, сделав прямой угол. И дальше напиливаю на ленточном станке, рейке толщиной 11 метров. После каждого распила заготовку прострагивал, выравнивая этим сторону, где был произведён распил. Таким образом, напилил некое количество рейк, которые дальше пропускаю через рейсмус. И получаю на выходе толщину 8 мм. Затем отрезаю на том же ленточном станке все неровности с краёв. Особую ширину здесь я не преследовал, а выпиливал просто всё лишнее. Также подровнял все края для дальнейшей склейки и напилил в размер. Субтитры сделал DimaTorzok Клей пока пусть сохнет, а мы перебираемся к изготовлению рамок. Здесь опять начинаются те же процессы, это напиливание, распиливание, строгание. Тут, короче, просто без комментариев. На этом моменте выставив нужную высоту и глубину пильного диска для прорезания пазов, куда в дальнейшем будет устанавливаться стёкла. Торцы отпиливаю под 45 градусов, а затем приступаю к склеиванию рамок. Музыка 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 Продолжение следует... После прошкуривания щитов начинаю приклеивать зеркала. Эти зеркала мне дали готовыми, и для них надо было сделать только нарды. Приклеиваю зеркала на герметик, а вот рамку на обычный столярный ПВА-клей. Как все склеилось, сразу приступаю к отпиливанию выпирающих сторон. И к выравниванию вровень с рамкой с помощью этой фрезы. Далее после проделанной всей работы, начиная аккуратно, не торопясь, сделать посадочные места для петель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подготовил вот такую дощечку. Из нее буду изготавливать домики для фишек. Найдя середину дощечки и прочертив линию, делаю метки циркулем через каждые 3 см. Здесь мне пришлось подстраиваться под разметку на стекле и под сами фишки, которые уже приобретены. И диаметр они имеют 3 см. Так что домики получатся вплотную. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы и подобрались, так сказать, к сложной части работы. Так как я делаю эти нарты знакомому, и ему захотелось, чтобы рисунок на нартах был в виде звезд. Посередине будет большая звезда и по краям вот такие маленькие. В дальнейшем для этих звезд выточу на токарном латунные ножки. Ну а сейчас вот из этого склеенного подготовленного щита начнем вырезать звезды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok